Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствуют учителя Центра инклюзивного образования города Великого Новгорода Гагарина Ирина Викторовна и Боброва Елена Валерьевна. В нашем Центре обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие вести им полноценную жизнь. Общая цель нашего учреждения – создание инклюзивного пространства для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование предусматривает подстройку системы обучения под определенного ребенка, а не ребенка под систему. В связи с этим возникает необходимость менять методы, формы и технологии работы, которые ведут к созданию условий для качественного, доступного образования всех без исключения детей, созданию доступной среды, более эффективных образовательных условий. В инклюзивной практике уже успешно используются педагогические технологии, такие как дифференциация, индивидуализация, коррекция учебных трудностей, формирование жизненных компетенций, оценивание достижений. Мы поставили перед собой цель создать еще более эффективные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, освоить технологии организации адаптированной и доступной среды. Представляем опыт нашей работы по темам «Современные технические средства как способ индивидуализации учебного процесса и технология построения коррекционного занятия в современной информационной среде». В нашем Центре для повышения эффективности образовательного процесса мы используем коррекционные и специальные технические средства, которые позволяют нам, с учетом особых образовательных потребностей каждого учащегося, смоделировать индивидуальный образовательный маршрут по данной теме. Одним из таких технических средств является сканридер – устройство, предназначенное для преобразования текста в речь. Данное техническое средство мы применяем на уроках чтения, русского языка, развития речи, окружающего мира. Прослушивание текста в зависимости от учебной задачи осуществляется как фронтально, так и индивидуально. Функцию сканридера изменения скорости чтения мы применяем при работе с детьми с нарушением речевых функций с низким уровнем восприятия, что позволяет формировать скорость чтения учащегося, учитывая его индивидуальные особенности, такие как замедленная речь, заикание, дизлексия. Учащимся с низким объемом памяти, с преобладанием кратковременной памяти, при написании изложения сканридер помогает лучше запомнить текст, так как устройство позволяет воспроизводить информацию в удобное время и необходимое количество раз. Для разгрузки зрительного анализатора детей с ослабленным зрением мы используем сканридер при работе с большими текстами. Следующим средством организации адаптированной и доступной среды является документ-камера. Это компьютер с программным обеспечением экранного доступа и видеоувеличителем. Устройство позволяет увеличивать и вводить на экран любую информацию. Таким образом, мы организуем работу со слабовидящими учащимися. Задание проецируется с бумажного носителя на экран компьютера и увеличивается до нужного размера. Учащиеся с детским церебральным параличом с тяжелым нарушением опорно-двигательного аппарата могут наравне с другими одноклассниками участвовать в учебном процессе. Неходячие дети имеют возможность работать на классной доске, сидя за партой. На уроках индивидуального обучения мы используем коммуникатор – устройство, предназначенное для усвоения развития или восстановления речевых навыков. Устройство имеет диктофон, с помощью которого мы записываем и воспроизводим звуки, слоги, слова. Коммуникатор используется для обучения детей со сложной структурой дефекта – нарушения интеллекта и речи. С помощью данной технологии мы создаем учебный материал с учетом особенностей и потребностей ребенка. Наши классы оснащены интерактивными компьютерными досками. Это оптимальное решение для совместного обучения детей с различными особенностями здоровья. Доска позволяет нам рисовать и писать пальцами, стилусом, маркерами, выполнять различные упражнения в игровой форме, демонстрировать фильмы, презентации. На уроках закрепления и обобщения мы используем интерактивный пол. Дети с удовольствием повторяют изученный материал в игровой форме, что позволяет формировать познавательную активность. Включение данного средства в учебный процесс способствует формированию навыка группового взаимодействия. Играть на умном полу могут учащиеся с любыми нарушениями. Отвечать на поставленные вопросы можно разными способами. Вставать на ответы, раскладывать карточки, дотрагиваться рукой в игровой зоне. Еще одним средством организации адаптированной и доступной среды является мобильный класс. Каждый учащийся имеет возможность работать самостоятельно в своем темпе. Мобильный класс мы используем на всех этапах урока. Для заполнения и восстановления алгоритмов, создания таблиц, редактирования текста, для работы с интернет-ресурсами, онлайн-словарями, онлайн-тренажерами, для осуществления контроля. Мы формируем информационно-компьютерную грамотность наших воспитанников, что очень важно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цифровой микроскоп мы применяем на уроках естественно-научного цикла. Это позволяет осуществлять деятельностный подход в обучении. Дети нашего центра с нарушениями зрительных и моторных функций осваивают компьютерную грамотность с помощью специальных клавиатур. Они отличаются от стандартных размером, цветом, расстоянием между клавишами. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что специальные технические средства позволяют повысить эффективность процесса обучения детей с особыми образовательными потребностями, воплотить в жизнь принципы инклюзивного образования. А как же объединить специальные технические средства и технологию построения урока? Предлагаем ознакомиться с конспектом урока, который мы подготовили. Будем рады вашим комментариям и конструктивным замечаниям на сайте нашего методического сообщества, адрес которого вы видите на слайде или в личных сообщениях на электронную почту. Спасибо за внимание.